МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ко второму готовятся с полной серьезностью. И первое, что обязательно стоит отметить, так это очередная внеплановая ротация красавиц с погонами в путинском борделе. Об изменениях в руководящем составе специальной военной операции, которую сегодня утвердил глава Минобороны Сергей Шойгу, командующим российской группировкой сил назначен начальный генштаб Валерий Герасимов. Решение связано с расширением масштаба задачи СВО. На первый взгляд смотрятся такие финты ушами весьма странно. Ведь пропагандистская машина Кремля потратила уйму сил на то, чтобы убедить россиял, мол, Суровикин не какой-то там очередной алкогенерал, а самый что ни на есть настоящий Армагеддон. Один из самых опытных боевых генералов, командующий военно-космическими силами, Сергей Суровикин. Генерал Армагеддон, как его прозвали на Западе. Малон-то и покажет Киеву и союзникам, как Россия умеет воевать по-настоящему. Он обладает характером и выдержкой, а также бесценным опытом. В первую очередь как раз в борьбе с террористами. Сейчас многое наладится, когда наконец-то назначили одного ответственного за весь фронт. Суровикин. Хороший генерал, кстати, очень крутой мужик. А в феврале 2023 года это вообще у ворот Киева будет стоять? В феврале генерал Суровикин будет у ворот Киева. Но вместо ворот Киева этот плешивый альфачмоня снова отправляется в обслугу к Шойгу и Герасимову. Почему так произошло, спросите вы? А вариантов будет несколько. Ну, во-первых, Суровикин, очевидно, не оправдал доверие. По сути, этот Армагеддон запомнится тремя вещами. Бегством из единственного захваченного Россией областного центра. Предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава вооружения и техники за реку Днепр. Есть. Похищением енота. Енот из Херсона становится символом наших десантников и их побед. И, конечно же, позорным сражением с украинскими энергетиками. Напомним, что именно Суровикин, будучи долгое время командующим ВКС РФ, предложил Путину оставить украинцев без света и без тепла. Что вызвало бурные восторги у пропагандистов. Но вчера ночью, когда полетела в инфраструктуре, и не долетела еще. Надеюсь, что и сегодня полетела. То, что они заерзали, то, что они так на это реагируют, показывает, говорит нам только об одном. Мы правильно делаем. Мы попали в яблочко. Вот это и надо было делать с самого начала. Слушая Суровикина, они себе фантазировали блэкаут, майданы в Киеве, свержение власти и все только для того, чтобы свет дали. Страдает украинский народ? Да, страдает. Да, беда украинского народа, что он от этого страдает. Но он ничего не сделал для того, чтобы освободиться от тех людей, которые втянули их в эту историю. Сидят, супер на кулак наматывают, показывают фоточки, как они там со свечечкой и с пауэрбанками бегают. Вместо того, чтобы пойти с вилами и вынести нахрен все вот это вот, вот этих всех чертей, которые там сидят. Ну и, конечно, коллапс с беженцами в Европе. Нам надо сделать так, чтобы Украина вынуждена была бы отправить сейчас еще 10-15 миллионов беженцев в Европу. И пусть эта Европа решает эти проблемы. Удары по инфраструктуре, которые должны дезорганизовать жизнь всего украинского государства. Но с момента начала бомбардировок украинских ТЭС и подстанций прошло 4 месяца. Больше половины зимы позади. А все больные фантазии россиян... Они будут сидеть и без газа, и без света, и без всего. Они должны там и замерзнуть, и сгнить. Страна станет в полупси. Отсутствие электроэнергии, это отсутствие воды. Отсутствие холодильников и лимитарных. Отсутствие канализации. И город Киев через неделю после отсутствия электричества заплывет гремяя, извиняюсь за выражение. С явной угрозой эпидемии. Так и остались фантазиями. То есть выгребали они не только от сил обороны, но и от украинских энергетиков, потратив при этом миллиарды долларов на ракеты. Россияне 5 декабря выпустили по Украине ракет на 400-500 миллионов долларов. Российские оккупационные войска во время массированных ракетных обстрелов во вторник, 15 ноября, выпустили по территории ракет и беспилотников на сумму от полумиллиарда до миллиарда долларов. Очевидно, что с такими оценками в дневнике Путин не решился доверить двоечнику Суровикину новое наступление. Особенно с тем учетом, что ставки для России как никогда высоки. Но здесь нужно понимать, что к решающим битвам Путин и компания готовятся не только двигая кровати и возвращая рулить, в том числе и списанных в ходе СВО генералов. Генерал-полковник Лапин назначен начальником главштаба сухопутных войск. Основная задача Лапина в новой должности заключается в планировании боевой подготовки и перевооружении частей соединений сухопутных войск. Огромная работа ведется и на информационном фронте, где самая упоротая пропаганда давно вышла за рамки привычных ток-шоу новостей или посиделок неадекватного условного Соловьева. Украинцев нет. Я считаю, Владимир, что украинцы это антирусские. Они применяли право перворудства в Малой Руси на чечевичную похлебку западу. Надо в их заходить зачищать всех. Теперь распятые мальчики машут трусиками из еще недавно совершенно аполитичных программ. Что более чем прозрачно намекает. Кремли, осознавая риски, взялись окучивать мозги далеких от политики россиян. Например, домохозяек, которым нафиг не интересен разорванный на куски соловьев. У нас есть право. Мы искупили свой нацистский прошлый. Мы можем опять нахт-ост воевать еще. А ну быстро умирать в окопы. Сдохнули, чтобы. Беззимние снаряги. Или умозаключение не очень мытой хабалки Витязевой. Не хотели жить при нормальных людях, да? При нормальном строе, при нормальной стране России, которая вас обеспечивала всем. А теперь бегаете в палатку. Палатка несломленности оно у них называется. Зато они с радостью смотрели интриги и скандалы в программах того же Малахова. Но сейчас мы вам всем покажем, во что эти программы превратились сейчас. Наш многонациональный российский народ спасет не только свою страну, но и весь мир. Я уверенно заявляю вам, что в этом плане Россия и есть мессия. Все будет хорошо. Наша страна не победимая. Высшие силы защищают Россию. Ну все, спасайся, кто может. Нарвались мы на серьезных людей. Высшие силы, оказывается, Россию защищают. Ну а когда убегала Россия минимум из шести украинских областей и острова Змеиный, то эти высшие силы, видать, в туалет отлучались. 20 июня в качестве шага доброй воли вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившиеся там гарнизон. Но это нам смешно, а российские домохозяйки от такого контента весьма вероятно буквально вросли в диваны. Да и как же ж не врасти, когда на помощь второй армии мира брошены не только чмобики, но и экстрасенсы планетарного масштаба. Он, мужик-вещун с чакрой пивка перед эфиром, прямо говорит, капец будет весной. И украинцам, и их союзникам в Европе. Бумеранг запущенный против России, он же вернется обратно. И он вернется. Подождите. Март, февраль. Там такие волнения будут везде. Везде в Европе, везде будут волнения. Представляем, как затрепетали в Киеве, услышав прогнозы такого титана. Но, ой, что это мы, извините, срочно отставить шуточки. Этот додик настолько могуч, что даже офицеры российской армии при контактах с ним трепетали. Офицерам, которые со мной контактируют все время, говорили, ребята, будьте осторожны. Лучше с этой силой не сталкиваться. Это я вышел из ситуации, потому что я привязан к космосу. Мы бы на месте Милонова и Журавлева заподозрили неладное и экстренно проверили похождения офицеров и этого контактера. Говнюков везде хватает и вот педерастов тоже. Хотя в целом нам до этого дела нет. А вот что важно отметить, так это засилие такого напрочь отбитого контента на федеральных каналах. Россия, как сердце вообще земли, она является вот таким насосом. Но Россия является центром вот этого условно-кровоснабжения своего рода. И поскольку сердцу нужно быть здоровым, то оно не может дальше продолжать биться в таком вот нарушенном ритме. Куда не включи, везде гадалки, венщуньи, какие-то ряженые со сверхспособностями. Фреза такая горизонтально вошла ко мне в верхнюю чакру и полностью прошла по всему телу, по всем чакрам, по высоте до пяток и ушла в землю. Генетически я получил структуру тела и мозга, а душа у меня попала, шрица. Вот то, что в Египте шрицы делали раньше, я тоже самое делаю. И вот о чем бы они ни начинали говорить, какая бы тема разговора ни была, обязательно все войной и победой России заканчивается. Юпитер в созвездии Рыб сейчас идет, потом он перейдет в созвездии Водолея. И это значит, что Россия справится со своими врагами, со своими соперниками и конкурентами. При этом через разного рода ряженых активно прокачиваются темники о якобы благих намерениях Путина и компании. Это весь мир их кровавыми убийцами считает, оплакивая, например, детей, погибших в Днепре. А Россия нашла Бандеру на Украине в Днепре. Я кого завалила, завалила, под теми теслитами и до сих пор не найдут. Будьте вы прокляты, россияне. А россиянам в шоу того же Малахова прям говорят, мол, никакие россияне не каратели, ни убийцы, нет. Наоборот, они спасают человечество. Нам, российскому, многонациональному народу, суждено спасать человечество. О, видели мамкиных спасателей? Уже хоть бы клюва таком постеснялись раскрывать. Но это путинская Россия, детка, здесь дна нет. Они ж в своем безумии договорились до того, что пройдет всего ничего, и мировая столица в России будет. Мировая столица будет построена у нас в России. И многие зрители от таких слов явно расклываются в улыбке. Слышь, Вань, это же наша хрущевка со временем в сто раз в цене вырастет. Ну а шо, мировая столица, это же вам не хухры-мухры? Мировая столица будет построена у нас в России. И ты смотришь на весь этот трэш для альтернативно одаренных и думаешь, а ведь ровно эти же люди себя самыми умными в мире считают. Мол, самая читающая нация, интеллектуальная и духовная элита, не то что тупые американцы. Американцы, они добрые, кстати, очень, правда, они тупые, но добрые. То есть россияне, кажется, вполне себе искренне не понимают, как глупо хорохориться и смеяться над кем-то в их случаях. И здесь без всяких обид, ну сами трезво оцените, чем кормят скрепных интеллектуалов. Рубль станет очень серьезной мировой финансовой валютой. В России будет стабильно, не волнуйтесь. Наша страна непобедимая. Нам сложно сравнивать с условной Северной Кореей, мы тупо не знаем языка. Но чисто так, на первый взгляд, более всеядный народ еще поискать нужно. Я вчера получил введение такое, наплыв душевных сил. Конкретизировать предстоящие локальные события я не стану. Подлянка придет оттуда, откуда не ждешь. Чтобы этого не случилось, нам необходимо всем сплотиться воедино против сатанического зла. Знаменитые, вы знаете это все, Родина-Мать зовет. Как никогда актуально и сегодня. Хотя здесь нужно признать действительно умелые и спланированные многоходовки в Кремле. Уж в чем в чем, а в рабской психологии своих сограждан Путин и компания отлично разбираются. И если народу нравится смотреть на ряженых или слушать бредни от очередного хатабыча о коварных западных расхитителях душ, что нужно Европе от нас, кроме газа и нефти. Души наши хотели забрать, по-русски говоря, хреним. То почему бы не насыпать каждому Ваньке такого тупо каждый день и полную тарелку? Так, чтобы люди гордились своей страной не из-за уровня жизни или социальных стандартов. Все это сложно. Куда проще собрать у Малахова толпу шизиков и чтоб те о величии страны кричали. В 25-м году Россия станет оазисом света. Все будут стремиться попасть сюда. Но не каждому это будет давно. Счастья всем россиянам. И не бойтесь, все будет хорошо. Ну а че стесняться? Тем более, что народу такой контент нравится. Как говорится, зачем платить больше? Вот и несется караван пропаганды, поглощая все новые и новые сферы. Такими темпами и до величия России в фильмах для взрослых дойдет. Хотя, может, и уже дошло. Честно, не смотрели. Как-то хватает нагибания России в геополитике, экономике, да и везде. И чем, скажите, это не фильм для взрослых?